К нам подключается Юрий Лагунин, главный редактор интернет-издания Newswall Израил. Господин Лагунин, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Господин Лагунин, вот буквально час назад появилась информация о том, что глава МИД Азербайджана отправился в Германию с рабочим визитом, где состоится встреча с Араратом Мирзаяном по проекту мирного соглашения. Вот как вы считаете, учитывая все последние события, провокации на условной границе двух стран, в том числе бредовые заявления официальных лиц Армении. Стоит ли ждать подвижек в переговорном процессе? Вы знаете, в данном случае я считаю, что азербайджанская сторона должна идти на все возможные меры для того, чтобы все-таки на Южном Кавказе подсорился мир, не с точки зрения того, что их сделает Армения, а с точки зрения того, что каждый здравомышлящий человек со временем понимает и судит уже по делам ту или иную сторону конфликта. Соответственно, мы все прекрасно видим, что азербайджанская позиция последовательна, и за все время, если мы берем условно, после освобождения, на освобожденных территориях, та политика происходит, то, что было после 44-х дневной войны. И, может быть, люди, не все, может быть, зрители знают, но многие, если брать международное информационное пространство, до последнего не верили, что Азербайджан, будучи в более выгодном положении, протянет руку мира армянской стороне. У Азербайджана была вполне возможность довести эту войну на максимально выгодном для себя условиях. Но, тем не менее, Азербайджан пошел на эти мирные переговоры. И в данном случае вопрос не в том, что будет делать или можно ли ожидать мира с армянской стороны. Азербайджан просто должен действовать в фарватере тех обязательств, которые взял на себя. Понимаете, разница между, в данном случае, если рассматривать конфликт со стороны, здесь, безусловно, каждый из сторон со временем, она вырабатывает свою позицию. И каждый лидер, каждый лидер оценивается потом по поступкам. Если мы возьмем, в данном случае, армянскую сторону, и за всю историю правления Николы Пашиняна, как премьер-министра, можно констатировать факт, его позиция была непоследовательна. Соответственно, отношение как внутри, так и на Западе к нему, как бы ему не рукоплескали его сторонники, она всегда будет находиться, скажем так, под большим сомнением. С другой стороны, президент Азербайджана с самого начала свою позицию устраивал на простых достаточно приступах и требовал от армянской стороны выполнять те обязательства, которые были оговорены. Не было никаких идей со стороны Азербайджана, которые были бы незнакомы армянской стороне. Также нужно понимать еще один момент, который тоже является достаточно глобальным и достаточно показательным. Если вы возьмете каждого лидера в отдельности, если вы будете рассматривать его, то здесь, безусловно, заключается очень интересный момент. Это уважение политика в своей стране и уважение той позиции, которую он преследует. Можно с позиции не соглашаться, но в любом случае, если позиция последовательная, логичная, она всегда будет приниматься достаточно с большим уважением. И вот посмотрите, я со стороны Азербайджана практически никогда не слышал огульных обвинений всех вокруг. Я слышал четкую позицию, и я на этом, в общем-то, всегда фокусировал свое внимание и видел, в чем отличается позиция, скажем, армянской стороны. Армянская сторона, если вы обратите внимание, постоянно обвиняет всех вокруг. И вот этот момент лидерства, который я хочу вам просто, ну, как пример привести, он вот и есть показательный. За все время лидер армянской стороны не взял на себя ответственность. Виноваты все. Виноват Азербайджан, виноваты мировое сообщество, виновата Россия. Притом, российская сторона, в данном случае, если бы, ну, в общем-то, ну, как бы участвовала в этих провокациях, да, то есть я бы, в общем-то, ну, мне в это было бы просто тяжело поверить, поскольку после всего предательства, которое совершил непосредственно Николай Пашинян, позиция России еще достаточно мягкая по сравнению с тому, что произошло. Соответственно, это раздражает армянскую сторону, потому что они видят, что Азербайджан, несмотря на свою позицию, друзей или партнеров не теряет. Продолжается то же самое. Азербайджану удается договориться со своими соседями, вести плюс-минус нормальные взаимоотношения с Россией. Ведь сегодня армяне постепенно оказываются в той самой вот, как бы, ситуации, как в свое время пытались также использовать и Грузию. Ведь Грузии на сегодняшний день также тяжело во многом отстаивать свою независимую позицию, которая постоянно на Западе подвергается критике. И вот эти, конечно, моменты показывают, как я сказал прежде, что не нужно обращать внимание в данном случае на слова Армении, нужно судить по делам, а Азербайджан просто должен целенаправленно проводить ту позицию, которую проводит, чтобы в дальнейшем не было претензий к Азербайджанской стороне, что Азербайджанская сторона не является реальным заинтересованным, заинтересованным, как бы, здесь, ну, как бы, частью согласованного мира, которое необходимо заключить. Господин Лагонин, вот определенное время, а точнее пять месяцев, на условной границе царила мирная обстановка, была создана позитивная почва для проведения работ по делимитации, демаркации границы между двумя странами. Но вот многим это не нравилось, а именно мониторинговой миссии Евросоюза. Уже, в принципе, ни для кого не секрет, что это размещенная на границе с Азербайджаном так называемая гражданская миссия ЕС, она открыто занимается саботажем, диверстией и шпионской деятельностью. Вот сколько еще в европейских столицах намерены продолжать этот пограничный спектакль? Ну, конечно, трудно судить, сколько это будет продолжаться. Понятно сегодня, что этот спектакль не просто так. И разведсеть, которая сейчас всплыла и в Азербайджане, которая, в общем-то, больше всего поддерживалась французской стороной, эта сеть была не только в Азербайджане, она была на всем постсоветском пространстве. Это, естественно, это была и Украина, и все страны, где заинтересованность была в тех или иных разведданных или попытками создать некий саботаж, или создать напряженную ситуацию. Нужно просто понимать, что эта цепочка ведет непосредственно к власти имущим, то есть тем политикам, которые в этом заинтересованы. И если вы внимательно просто наблюдаете, что каждое действие вот всех этих мониторинговых комиссий, которые создаются, они в основном находятся глобально там, где постоянно провоцируется нагнетение конфликта. То есть там, где они, там, в общем-то, война происходит. Или война, или какой-то саботаж. То есть убрать все эти мониторинговые комиссии, убрать всех посредников из переговоров, убрать всю вот эту вот популистскую поддержку армянской стороны. И буквально через три дня Никола Пашинян подпишет все, что нужно и будет прекрасно взаимодействовать. Также обратите внимание отношения к тому же сегодня президенту Франции. Человек, который просто и в зависимости от погоды придумывает новые китополитические тезисы. Он уже собирается воевать с Россией. Притом, после его слов, половина Европейского Союза просто в испуге разбежались, начали сообщать, что они вообще такого не думали, и это вообще какая-то отсебятина. То есть человек уже просто выходит за какие-то рамки. То ли это происходит, потому что человек уже теряет контроль над властью в собственной стране, то ли это уже просто политическая гоня. То есть все вот эти вещи, которые направлены, вся эта риторика сегодня, она как бы подразумевает, что мы создадим максимальную зону нестабильности и будем из этого извлекать свои политические дивиденды. Но есть те красные линии, которые постепенно пересекаются теми же европейскими партнерами, которые пытаются довести ситуацию до такого уже состояния, когда обратно дороги нет. И, конечно же, сегодня я понимаю, что Запад при тех или иных обстоятельствах рассматривает Южный Кавказ и конкретно Азербайджан как возможность устроить еще какой-нибудь конфликт и максимально воздействовать на Азербайджан, чтобы Азербайджан стал более послушным и покорным в взаимоотношениях с Европейским Союзом или с теми политиками, которые заинтересованы в нагнетении ситуации на Южном Кавказе. Господин Лаконин, действительно Запад, в частности Франция, продолжает толкать Армению на совершение новых провокаций в регионе, снабжая ее оружием. Ну вот действительно ли в Париже настолько наивно располагают, что их планы осуществимы, учитывая военное превосходство азербайджанской армии? Ну, вы же понимаете, Азербайджан, он сегодня, как государство, достаточно сильное. И с одной стороны, нужно разделять, почему пытаются давить, скажем, на Азербайджан и почему на Армению. Армению используют, безусловно используют. И никто в Европе не верит, что Армения может в открытом противостоянии победить в войне с Азербайджаном. Это нонсенс на сегодняшний день. Но с другой стороны, вы должны как бы тоже понимать, что настолько, в каком ужасном положении находится Армения, когда ее просто используют для того, чтобы создать какую-то неприятность там же для Азербайджана, для региона. Это показатель нежелания победы Армении со стороны Франции. Это показатель того, что Армению рассматривают как некий объект, который используется в своих целях. Потому что армянскому народу война не нужна, еще одна большая, потому что она может стать последней. Это ведь уже не шутки, когда мы говорим о таком глобальном конфликте и о таком большом участии глобальных игроков в этом. Это уже война может действительно всколыхнуть весь регион. Поэтому относиться здесь нужно разделять давление на Азербайджан и желание, чтобы Азербайджан делал то, что требуют от него в Европе, или работа с Арменией, которую используют государство объект для того, чтобы решать свои геополитические связи. На самом деле, это грустно наблюдать со стороны, но тем не менее, вы же прекрасно понимаете, что если бы армянская сторона условно хотела бы мира, достаточно было бы сделать первый шаг и представить своих лично специалистов и вместе с азербайджанской стороной заняться разминированием территорий, где погибают мирные жители. Этого сделать, сделано не было. То есть никаких реальных шагов к примирению не было, кроме слов. И вот надо было действовать и со стороны Армении, начиная по чуть-чуть, где-то провести совместный мариторинг, провести переговоры, узнать, чем занимаются люди, почему они погибают, провести разминирование. Этого дела не было. Соответственно, пока кроме риторики мы ничего не видим. И вот это вот показатель того, что возможно не армянское лобби во Франции поддерживают Армению, а на сегодняшний день Армения обслуживает армянское лобби, которое взаимодействует во Франции, исходя из лично своих каких-то интересов. Вот в этом, наверное, достаточно серьезная проблема, которая существует. Но вот даже во время визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию Макрон организовал встречу армянского премьера с Мурадом Папазяном. То есть, выходит, Франция пытается примирить Пашиняна с дошнаками и реваншистскими силами. Ну, тут, конечно, не хочется шутить, потому что, на самом деле, это все выглядит достаточно убого. Ну, можно вспомнить, как принимали вождей из разных племен, которые приезжали на Большую Землю, и там и медали давали, и бусы, и все, что хотите. Но это ни к чему не проводило. Это лишь как попытка дать популистскую взятку и показать всем, какие отношения. Но есть за кулисья. И если мы говорим о том, что никто в Европе реально не верит, что, там, скажем, Армения может победить в открытом противостоянии с Азербайджаном, то нужно понимать, чего стоят все эти шаги и к чему они приведут. Господин Лагунин, большое вам спасибо за ваше мнение. Спасибо, что подключались к нашему эфиру. До свидания. Всего доброго. Я напомню, что на прямой связи со студией был Юрий Лагунин, главный редактор интернет-издания Newswall Israel. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова